С итоговым выпуском новостей на телеканале Хабар 24 Сергей Гергель. Здравствуйте. И начнем выпуск со срочной новости. В Саратовской области Российской Федерации грузовой поезд снес маршрутный автобус Саратов-Уральск. Авария произошла в Азинском районе в 15 километрах от границы с Казахстаном. Железнодорожный переезд не регулировался. В результате происшествия погибли пять человек, еще двое пострадали. Водитель транспортного средства оказался зажат в автобусе, его деблокировали сотрудники МЧС. Всего в салоне автобуса было семь человек, в том числе и граждане Казахстана. Имена погибших и пострадавших сейчас устанавливают, на месте работают оперативные службы. Обстоятельства и причины произошедшего пока неизвестны. Мы будем следить за развитием ситуации. На Канаду обрушились сильные снегопады. Местами в стране выпало до трех месячных норм осадков. Так, в Новой Шотландии высота снежного покрова уже превысила 25 сантиметров, а в городах Монреаль и Квебек-Сити выпало от 10 до 15 сантиметров снега. При этом снегопад не прекращается. В результате разгул стихии во многих аэропортах отменены или задержаны сотни авиарейцев. На дорогах увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. В городах на борьбу со стихией выведена вся имеющаяся в наличии снегоуборочная техника. На помощь коммунальщикам вышли местные жители, которые самостоятельно расчищают тротуары в жилых районах. Пропавшая у берегов Аргентины под лодком Сан-Хуан найдена. Об этом сообщают в военно-морских силах страны. Субмарину в Атлантическом океане на глубине 800 метров обнаружила частная американская компания Ocean Infinity. Напомню, подводная лодка перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года во время перехода с военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Платто. На ее борту находились 44 человека. Спустя две недели спасательная операция была прекращена, при этом поиски самой подлодки продолжились. Возвращаемся к событиям в стране. Неуклонный рост больных с сахарным диабетом отмечается в Казахстане. Согласно статистике, цифра перевалила за 320 тысяч. Из них почти 3 тысячи – это дети. К примеру, в Казалардинской области за последние три года на диспансерный учет взято 114 маленьких пациентов. Чтобы показатели пошли на оболь, регион намерен уже в следующем году реализовать дорожную карту, направленную на развитие эндокринологической службы. Какие проблемы она поможет решить, выясняла моя коллега Райханта Жибаева. Ланцет, глюкометр и многократные инъекции инсулина. Трехлетняя Раяна и ее родители еще только учатся жить с сахарным диабетом. Болезнь врачи диагностировали малышки всего неделю назад. Даже не подозревали, что у ребенка диабет. Забили тревогу, когда стал слишком много пить, часто потеть. Сейчас в полной растерянности. Не понимаем откуда, ведь наследственности нет. Таких детей, как Раян, сегодня в Приорале 165. Самому маленькому пациенту нет и года. Специалисты обеспокоены темпами роста и омоложением болезни. В 2013 году, когда я начинала практику детского эндокринолога, с сахарным диабетом первого типа в больницу поступало только 1-2 ребенка в месяц. Сейчас 1-2 в неделю. И наследственность тут ни при чем. Факторов и причин заболевания много. Чипсы, кириешки. Очень много сейчас у нас продуктов быстрого приготовления. Это одна из причин неправильное питание, которое приводит к сахарному диабету. Вторая из причин, это, конечно, наша гиподинамия. Третья причина, это вирусная теория. Диабет – неизлечимое заболевание с множественными осложнениями, избежать которые 14-летнему Наресламу помогает инсулиновая помпа. Раз в час умный прибор микродозами подает жизненно необходимый инсулин в его организм. Доступ к такой инновации в регионе сегодня имеют 94 из 165 детей с диабетом. Однако достигнуть желаемых результатов удается далеко не всем. У нас дети, которые находятся на инсулиновой помпе, абсолютно не обучены. У нас нет в регионе помпологов ставка расходного материала к инсулиновым помпам. Это уже второй вопрос, потому что без расходного материала помпа не работает, как мы знаем. Перебои эти идут не первый год, они идут ежегодно. Для решения этих и других проблем в регионе разработана дорожная карта, в рамках которой планируется развивать эндокринологическую службу, в том числе обучение медперсонала, родителей и детей с диабетом, использование возможностей инсулиновой помпы. Решение, кстати, компания взяла на себя обязательства в следующем году бесплатно обеспечить инсулиновой помпой детей с диабетом первого типа в возрасте до 18 лет. Цена одного аппарата более полумиллиона тенге. Еще столько же стоит годовой набор расходных материалов к ним. И, конечно же, будет жаль, если такой дорогой подарок не принесет желаемых результатов. Райхан Тажибаева, Руслан Эдбамбедов, Казларда, Хабар-24. Учреждения здравоохранения и образования в Алматы готовятся полностью перейти на цифровой формат. Это, в свою очередь, усилит борьбу с коррупцией. Об этом заявил Алик Шпикбаев. Глава службы по борьбе с нелегальными доходами остался доволен темпами цифровизации мегаполиса. В настоящее время объем государственных услуг, оказанных населению, превысил отметку в 5 миллионов долларов. При этом 80% услуг пришлось на электронный формат. Как отметил Алик Шпикбаев, чтобы искоренить бытовую коррупцию во всех школах Алматы, внедрены электронные дневники, которыми пользуются больше 400 тысяч учеников и их родителей. Автоматизированная система распределения в школы и детские сады также способствует выводу из тени нелегальных средств. Обращаясь к преподавателям вузов, глава антикоррупционного ведомства еще раз напомнил педагогам о том, что честность и порядочность – признаки здорового общества. И эти качества необходимо закладывать с самого момента формирования личностей молодых людей. Мы рассчитываем на вашу поддержку в вопросах противодействия коррупции. Именно вы сегодня являетесь основными агентами формирования антикоррупционной культуры у молодежи. Если нам удастся заложить академическую честность как одну из важнейших человеческих ценностей у подрастающего поколения, я уверен, что в ближайшие годы нам удастся переломить ситуацию в борьбе с коррупцией. Заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Жумагалеев посетил университет Алматы, где встретился со студентами, преподавателями и профессорами вузов. Тема беседы – развитие новых специальностей в области цифровых технологий. Вице-премьер отметил, для успешного развития проекта в госпрограмму «Цифровой Казахстан» нужны профессионалы с новым и свежим взглядом. Поэтому молодежи необходимо использовать все возможности, которые сейчас предоставляет государство. Современный рынок нуждается в специалистах по кибербезопасности, электронной коммерции и другим направлениям IT. Компании, в свою очередь, готовы принимать на работу квалифицированную молодежь. Сейчас модели цифрового университета на базе наших разработок внедрены в новых университетах нашей страны. В перспективе мы хотим выйти на новый качественный уровень. Для этого есть хорошая основа. В ближайшее время мы ожидаем получения суперкомпьютера по линии гранта Китайской Народной Республики. Будет создан IT-технопарк Альянса университетов «Шелковой пути». Люди с ограниченными возможностями смогут зарабатывать с помощью цифровых технологий. Для этого понадобится лишь смартфон и доступ к интернету. Такую возможность реализуют в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана. О ней на форуме Digital Arena 3 рассказал вице-министр ведомства Нариман Мукушев. Как он отметил, для ограниченных передвижений людей организуют в пилотном проекте специальные курсы и они уже дают результаты. 80% прошедших обучения начали получать деньги за удаленную работу. Взяли аудиторию, там не только лица с ограниченными возможностями, там в том числе мамы. Мамы, например, детей, особенных детей, которые надолго не могут выйти из дома. Их тоже обучали. Из этого общего количества 80% начали получать реальный доход. И сейчас мы хотим этот проект уже масштабировать. Причем, что самое главное, мы его будем масштабировать не только на крупные города, но и на районы. Нам важно показать в целом самим гражданам, что можно зарабатывать не только сидя в Амате-Астане. Можно зарабатывать и сидя дома в райцентре. Главное, нужен только доступ в интернет или смартфон. После недавней критики в адрес монополистов системы ЖКХ во всех регионах Казахстана начались масштабные проверки субъектов естественных монополий. Эти меры уже дали положительный эффект. В целом, по республике введены компенсирующие тарифы на общую сумму 18 миллиардов 400 миллионов тенге. Эти данные были озвучены на заседании общественной приемной города Алматы с участием министра национальной экономики Тимура Сулейменова. Руководителю ведомства, отвечающего за антимонопольную политику, доложили, что в Алматы тарифы на газоснабжение понизили на 8%. Кроме этого, осуществлен возврат денег потребителям в размере 485 миллионов тенге. Также выявлены грубые нарушения у поставщиков тепла и горячей воды. В частности, они вносили неверные показания приборов учета, в результате чего потребители, имеющие счетчики, платили наравне с теми, у кого их нет. Антимонополисты уже внесли предписание о возврате денег в размере 1 миллиарда 100 миллионов тенге. Между тем, тарифы на водоснабжение уже несколько лет остаются без изменений. Недавно представители этих предприятий обратились в антимонопольный комитет с просьбой увеличить их на 43%, но получили отказ. Министр призвал антимонопольщиков сохранить баланс интересов. По водоснабжению вы сказали, 5 лет не пересматривались, на 43% хотели поднять, вы отказали. Но здесь вот я призываю к балансу, потому что мы в конце концов должны инфраструктуру обновлять. Это к чему призываю, потому что потом мы получим проблемы с качеством, проблемы с отключением, проблемы с другими вещами, когда там население будет сильно возмущаться. До этого и на производственную сферу тоже может повлиять. Поэтому строгость должна быть, но не должно быть перегибов. В Атроусской области больше 1150 предпринимателей получили государственную поддержку. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса» им выделили свыше 81 миллиарда тенге. Это позволило открыть сотни новых предприятий, создать около 6000 рабочих мест. В этом году в рамках карты поддержки предпринимательства будут реализованы 6 проектов на сумму 9 миллиардов 400 миллионов. В итоге будет создано 162 новых рабочих мест. Западно-Казахстанская область признана лидером по эффективности реализации республиканского проекта «Бастау». Каждый третий прослушавший бизнес-курс смог открыть свое дело. На финансирование стартапов западно-казахстанцев направлен 1 миллиард 900 миллионов тенге кредитных ресурсов. Бакизан Нургалеева, педагог по специальности, работала и воспитательницей, и бухгалтером занимался торговлей. 14 лет назад семья переехала из Уральска в Трекино, решила разводить птиц на продажу. В этом году обучилась на бизнес-курсах, а в сентябре построила собственную теплицу на 360 квадратных метров. Уже собран первый урожай зелени. Весной планируют высаживать огурцы, оборудовать капельный полив. Есть каникулы и есть график расчета. Я думаю, что я в этот график расчета уложусь, но мои личные планы сократить этот график в два раза. Зеленый лук, укроп, в принципе, и вкус есть, и запах есть, потому что все это выращено на органической земле, без всяких удобрений. Все хвалят. Готовят к запуску и пока единственный в регионе завод по переработке овощей и фруктов. В линейку продукции войдет до 30 видов изделий, от соков до овощных салатов. Около 80% объема будет отправляться на экспорт в соседнюю Россию. Получили финансовую помощь и начали действовать, как видите, закупились оборудование, построили большие склады для готовой продукции. И вообще вот эти оборудования по полной мощности в сутки обрабатывают какие-то от 10 до 20 тонн. Здесь идут продукции соленья, огурцов и помидоры, разные салаты есть, такое величие. Общая стоимость проектов составила в этом году 439 миллионов тенге. В основном в сфере 80% это серия сельскохозяйства, 20% в сфере производства, оказания услуг. По прошлому году, в 2017 году, тоже у нас было обучено 188 человек. Из них, получается, у нас открыли, собственно, 70 человек. Мы являемся одним из лидеров по Казахстану в целом и по области тоже в том числе. В этом году по проекту «Бастал бизнес» одобрены и профинансированы 538 проектов. В целом число предприятий малого и среднего бизнеса за год в регионе выросло на 6%. Сейчас в этой сфере занято 115 тысяч западно-казахстанцев. Путагоз Базарбаева, Баладжир Лгасов, Канат Махмутов, Западно-казахстанская область, Хабар-24. Мы возвращаемся к теме, с той, с которой начали. Только что поступила новая информация, касающаяся ДТП в Саратовской области Российской Федерации, где грузовой поезд снес маршрутный автобус. Нам удалось связаться по телефону с официальным представителем МИД Казахстана. И вот, что он сказал. Консул Казахстана в Астрахани незамедлительно связался с местными властями для прояснения деталей происшествия. По предварительным данным, в автобусе было всего 7 пассажиров. 5 человек из них погибли. Все погибшие являются гражданами Узбекистана. Водитель и его помощник являются гражданами Казахстана. Они живы, но с тяжелыми травмами доставлены в ближайшую больницу. Наш консул остается на связи с местной полицией, чтобы выяснить все детали происшествия. Мы будем следить за развитием событий. Афганистан, Афганистан и Таджикистан. По словам аграриев, благодаря мощной государственной поддержке в этой сфере заметны большие перемены. Отмечу, глава государства поставил задачу в 2,5 раза увеличить производительность труда и экспорт переработанной сельхозпродукцией к 2022 году. А также направить все меры господдержки на масштабное привлечение современных агротехнологий. В завершении встречи Маулина Шимбаев рассказал сельчанам о мерах господдержки и основных приоритетах государственной политики в области АПК. Наша партия, как лидирующая политическая партия, как главная опора нашего президента, будет уделять со своей стороны приоритетное внимание реализации проектов, поддерживающих развитие сельского хозяйства. Мы действительно будем мониторить реализацию государственных программ в этой сфере и будем стараться вносить свой вклад, вклад нашей партии, в успешную реализацию стратегии главы государства по третьей модернизации нашей страны и в том числе по модернизации сельского хозяйства. Главой государства в послании особое внимание было уделено аграрной отрасли. Решение о уделении не менее 100 миллиардов тенге на расширение экспортного потенциала отрасли и внедрение новых технологий придает нам большую уверенность в том, что наше сельское хозяйство выйдет на новый уровень развития. Игра престолов, «Титаник», «Пираты Крепского моря», саундтреки и самых знаменитых кинофильмов, а также всем известные эстрадные хиты и все это в исполнении казахских народных инструментов. В Павлодаре с успехом прошел концерт оркестра имени Рустимбека Умарова. Звучание древних инструментов придало мировым хитам особую мелодичность и необыкновенный колорит, говорят зрители. Этим необычным выступлением павлодарские музыканты открыли в Прииртышье новый концертный сезон. Репортаж Салуата Тимир Валатулы. Зрители раскупили билеты на концерт народного оркестра почти сразу, как только появились первые объявления. Хватило одной информации в социальных сетях, так что организаторам даже не пришлось печатать афиши, говорят местные филармонии. Концерт экспериментальный, потому готовились к нему музыканты долго и основательно. Когда зазвучала мелодия из самого Кассоа в мире сериала «Игра престолов», зал буквально взорвался от аплодисментов. То же самое произошло во время исполнения саундтреков из легендарных «Бригады и Титаника». Звучание этих древних казахских народных инструментов придало известным на весь мир композициям особую мелодичность. На одной сцене для зрителя одновременно сыграли около 70 музыкантов. Как признались в администрации областной филармонии, самым сложным при подготовке концерта это было найти качественную партитуру. Этим необычным выступлением оркестр имени Русимбе Камарова открыл свой новый концертный сезон. Они просто выполняют что-то невыполнимое, потому что на самом деле, если это играет симфонический оркестр, совсем по-другому звучит. Но это казахский народный оркестр. Поэтому я думаю, что все было на высоте сегодня. Павлодарский оркестр имени Русимбе Камарова показал очень высокую планку, высокий профессионализм и академизм. Поэтому этот оркестр надо уже выводить за пределы республики. Павлодарский оркестр казахских инструментов под руководством талантливого дирижера ученика легендарного Нургисы Тлендиева Талгата Каримова, один из самых молодых в Казахстане. За 10 лет существования в репертуарной копилке коллектива собралось огромное количество самых необычных произведений. А сами музыканты никогда не боятся экспериментировать. Концерт на самом деле был очень крутой и продумали так, что было интересно людям разных возрастов и моего возраста, и старшему поколению. Я просто в восторге, как можно на домбре вот это все воспроизвести на наших музыкальных казанских инструментах. Я просто очень получила такой хороший заряд энергии, бодрости. Самый большой концертный зал Павлодара вмещает всего около тысячи зрителей, потому попасть на экспериментальный концерт смогли не все желающие. После ошеломительного выступления зрители попросили музыкантов еще раз повторить эту необычную программу. Из Павлодара Салаватимир Булату, Самат Аспанов и Алексей Милинский, Хабар-24. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар-24. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин